Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова Карина. И сегодня мы погадаем на такую интересную прям тему, для чего вы встретились. Почему человек встретился вам на жизненном пути, и тема у нас любовная. То есть не забывайте, что это тема именно отношений, любовных отношений, а не просто вот какой-то человек встретился вам. Там, допустим, коллега по работе или подруга или друг. Хотя такой расклад мы тоже обязательно сделаем попозже. Смотрите, гадать я буду на Таро Святого Грааля. Это такая вот старенькая у меня уже колода. У нас с вами будет три позиции. Вы можете загадать даже трёх разных людей. То есть не обязательно загадывать одного человека. Можно даже вот как-то для себя сделать выводы по нескольким людям на разные позиции разных людей. Тем более, что у многих были отношения в жизни, не только вот те, которые есть у вас сейчас, а ещё и были когда-то другие отношения. Поэтому давайте смотреть. Вот для чего человек вам встретился. Что за карма этих отношений, так скажем. Итак, первая карта покажет текущее состояние этих отношений. То есть какая энергия этих отношений. Вы по карте сориентируетесь, правильно ли вы, в принципе, выбрали позицию. Вот. Давайте украшать сердечками. Значит, первая позиция красное сердечко, второе синенькое голубенькое сердечко, и третье розовенькое сердечко. Так, первая, вторая, третье. Те, кто ещё не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите уже на свой тайм-код. Мы начинаем с первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак, вот почему вы встретились, да? Почему? Для чего вообще это произошло? Первая позиция, состояние ваших отношений. Это у нас с вами шестёрка камней. Вот, кстати, шестёрка камней в этой колоде, да? Это вот настоящее поклонение. То есть один человек другого возводит на пьедестал. И, знаете, вот это то чувство, когда ты помнишь всю жизнь человека или он всю жизнь помнит о тебе. Вот так. Карта очень романтичная в этой колоде. Она показывает то, что идёт возвышенный идеал. То есть человек ставит, так скажем, на пьедестал. То есть он считает образ другого человека очень возвышенным. Хотя, может быть, в жизни это вовсе не так. То есть такое вот восхищение, обожание. Я гораздо хуже тебя, говорит. Ну, скорее всего, мужчина о женщине, да? И он считает её какой-то недостижимой звездой. Вы знаете, карта показывает то, что, скорее всего, да, вот мужчина именно к женщине, что она слишком красивая, что она слишком элитная, что она невероятная какая-то. Вот он даже иногда боится к ней прикоснуться. Вот именно такое сейчас состояние вот у, скорее всего, того человека, которого вы загадали. Если вы женщина, мужчина, загадываете, да, то вот он прям как на расстоянии смотрит и восхищается, любуется, но даже как не решается прикоснуться. Вот что-то в этом духе. Что-то в этом духе. То есть это изначально, скорее всего, было так. Ну, вот как-то, знаете, так, такое возвышенное прям состояние. Какая-то такая великая любовь. То есть это не сегодня родилось, просто текущее состояние такое, да, что какая-то невероятная любовь. Ну, и для чего вы встретились друг с другом? Так, мы здесь, значит, видим семёрку мечей, двойку копий. Дальше, значит, у нас с вами процессия Грааля и десятка мечей. Вот, вы знаете, так интересно получается, что сколько-то путь жизненный был вместе, но в какой-то момент это дело обрывается. Ну, то есть нужно переходить на следующую ступень. Или будет нужно переходить, или уже переходите. То есть здесь, может быть, имело место некое предательство. Может быть. И потом идёт какой-то вот путь небольшой, как будто, не совсем большой, не слишком долгий, но смурной такой путь, да. А потом вот как бы осознание, что пора выходить на следующий уровень, пока пора идти в другие взаимоотношения, пока уже, так скажем, окончательно не погрузились в страшные какие-то переживания. Вот так. То есть здесь как будто бы переход идёт куда-то ещё. Почему? Потому что иначе будет совсем плохо на душе. Вот как будто ты потерял вот этот идеал. Понимаете? Здесь люди встретились, чтобы просто какое-то время провести вместе. Но столкнуться с испытанием в виде какого-то обмана. Предательство либо вот со стороны друг друга, да, одного из вас, либо со стороны внешних раздражителей, окружающих людей. То есть со стороны тех, кто мог воздействовать негативно на вашу пару, на вашу ситуацию. Кто-то подлил масло в огонь, может быть, да. И в итоге, вот я говорю, прям такой путь, когда, ну вот буквально вы вместе идёте в бурю, в бурю прям. Вот как бы пытаетесь преодолеть эту бурю, эти невзгоды, но всё уже решено. Как будто бы вот вы понимаете, что это уже не ваш уровень, не ваш этот, не ваша ступень жизни, что вам нужно идти всё выше и выше. Человек может даже остаться на другой ступени, на той, которая была, или даже спуститься куда-то ниже. А вы всё выше и выше поднимаетесь, и вам уже не место вот как будто с этим человеком. Ну вот такая вот у нас первая позиция получилась. То есть, да, здесь встретились, чтобы какое-то время просто провести вместе. Вторая позиция, значит, наше такое вот сердечко голубенькое. И первая карта – это вот текущее состояние отношений, туз мечей. Ну это, я бы сказала, повышенный интерес, потенциал, дикая необузданная энергия на сегодняшний день. И карта показывает сильное развитие отношений, то есть, вот именно какое-то бурное развитие, когда люди буквально реагируют очень сильно друг на друга. С одной стороны, они могут ругаться друг с другом. С другой стороны, они не могут не уделять внимание друг другу, то есть, не могут не обращать внимание друг на друга. То есть, они постоянно друг о друге думают, постоянно даже следят друг за другом. Много энергии, много какой-то страсти, много внимания, много всего, каких-то даже может быть событий. Поэтому я бы сказала, что если вы загадали отношения, где есть много разных эмоций и событий, то это правильно вы выбрали позицию, где есть огонь, где есть яркость отношений, и даже подводится всё к тому, чтобы принять некое решение. Поговорить, и много вообще, в принципе, может быть разговоров. Если же вы загадали другие отношения, то позиция не ваша просто. Нужно её поменять на другой, где ситуация соответствует смыслу. Хорошо. Для чего же вы встретились с этим человеком? Для чего же вы встретились? Послушник копий. Пятёрка копий. Дальше, значит, у нас царица Савская. И четвёрка копий. Смотрите. Карты здесь говорят, что вы встретились для создания семьи, для отношений, но как будто идёт восстановление. Вот, допустим, восстановление рода с помощью вашей пары. Причём восстановление рода с обеих сторон. Может, даже продолжение рода. Ну, то есть, могут быть дети там, да, или ребёнок. Вот. Но также восстановление, как будто дома какого-то или какого-то родового гнезда, не знаю, как возрождение земли. То есть, идёт вот ваша как семья в будущем, да, или уже создавшаяся семья, как ячейка общества, которое восстанавливается, что-то возрождает вот вместе. У вас какая-то миссия, когда вы должны что-то улучшить в этом мире. Но и не только в мире, а именно для своих родовых каналов, вот так объединившись. То есть, у вас именно вместе высокая миссия и продолжение рода, и возрождение. Я говорю, какого-то дома. Ну, как, не знаю, или построение дома, постройка дома или там покупка. То есть, вот родовое поместье, вот какое-то вот так. И это было сломано, это было развалено всё, понимаете? Это было всё натреснуто, но вы это всё призваны возродить и вместе быть состоятельными, богатыми, создать вот что-то очень прочное. Какой-то прочный клан. Вывести своих, не знаю, даже родственников на путь света и укрепить все родовые каналы связи. Вот всё такое. Здесь может присутствовать ещё человек или женщина какая-то, кто играет почему-то вот как роль триггера, я не знаю, как это сказать, когда провокатор, человек-провокатор. Но это ничего не значит. Вы можете укреплять эти взаимоотношения и идти только вперёд. Потому что, если у отношений высокая миссия, у вас кармические отношения, то вы должны всё-таки идти вперёд. Вот так. Ну, вот такой вот у нас второй вариант получился. Третья позиция, для чего вы встретились на жизненном пути, так скажем. И первая карта – это текущее состояние отношений. Девятка камней. Ну, это какие-то, знаете, такие спокойные отношения, но довольно-таки хорошие. То есть люди здесь взаимодействуют, дружат, помогают друг другу, но и любовь у них есть. То есть взаимные чувства есть. То есть, понимаете, это может быть отношения двух уже зрелых людей или отношения уже старые, такие, да, когда у людей уже бытовые, там, отношения брак, там, длительные отношения, они уже успокоились. То есть вот нет вот этих бурных страстей, но есть спокойная, хорошая, такая, светлая любовь, когда люди доверяют друг другу, дружат друг с другом, помогают во всём, поддерживают взаимно. То есть вот об этом говорит карта в этой колоде, да. И, соответственно, учатся друг у друга. То есть вы друг друга учите, вы друг друга развиваете. Вот если чувствуете, что не ваша позиция, просто выберите другую, потому что здесь вот какие-то ровные, спокойные такие отношения с доверием, да. Хорошо, но для чего же вы встретились на жизненном пути? Какая миссия? Что за карма этих отношений, да? Замок Командора, магистр сосудов. Так, ну, значит, дальше у нас идёт восьмёрка мечей и Магдалина. Ну, карты очень хорошие, скажу, но не без проблем. Вот смотрите, сначала вы понимаете, что вместе вы можете создавать нечто ого-го какое. то есть вы настолько вот вместе созидательны, что можете создать прочную конструкцию, как замок Командора, да, и очень возвыситься в обществе вместе. То есть построить такую ячейку общества, да, что вместе вот вас будут обоих уважать, ценить и всё такое. Но потом происходит что-то, вот что-то как провокация какая-то, проверка ваших отношений. И вы должны эту проверку пройти с честью и достоинством. Вот опираясь на свой опыт, на свой здравый смысл и на то, что вы вот зрелые люди. То есть об этом речь, карты, да, говорят, что такие отношения, иногда вот уже такие прочные, они должны пройти проверку, чтобы идти дальше. Люди должны пройти испытания. Может быть, это какой-то мощный конфликт, может быть, это какой-то вот провокатор, человек или ещё что-то. В общем, идёт сбой. Вот понимаете, сбой, но это по карме отношений так идёт этот сбой. И если вы проходите этот сбой, то дальше идёт ещё более сильное развитие отношений. И, соответственно, высокая миссия этих отношений будет исполнена. А миссия в том, чтобы и дать новую жизнь, да, и продолжение рода, да, с обеих сторон. И как будто бы очень сильная финансовая составляющая, что укрепляет силы рода на много поколений вперёд. Чаще всего это получение благословения на семь поколений вперёд, чтобы другие жили хорошо и после вас. То есть и вы хорошо пожили, да, и другие дальше уже, вот кто продолжает вашу семью, да, взяли бы какое-то ваше семейное дело, развивали бы его. Ну, представьте, что вы с мужем открыли там или с женой, не знаю, ресторан или магазин какой-то, а ваши дети, внуки развивают, продолжают это дело, да, и на много поколений, на семь поколений точно идёт благословение этим заниматься. И вот вы и занимаетесь. Но главное вот пройти, получается, ну, вот этот момент, да, какой-то не очень хороший момент. И тогда у вас дальше всё получается. Ну, вот такой у нас ответ с вами по второй позиции, ой, по третьей позиции, извиняюсь. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Если видео понравилось, ставьте лайк, пишите свой комментарий и до новых встреч!